Войны Королевств Вот так нам говорит всенародно любимая Википедия. Ну что ж, тогда поехали. Портал MMO Games представляет видео-взгляд на игру 4-Story Войны Королевств. Итак, в игре три расы и шесть классов. Выбор не ахзикакой, но все же выбор. Генератор внешности, как это стало уже привычно, никакой. И поливать корейскую кастомизацию в МРАС не хочется, оттого этот момент просто опустит. При входе предлагается пройти некое обучение. В игре задерживаться никто не намерен, оттого и обучение ни к чему. Лесом. Ну а пока идет прогрузка пару слов о сюжете. В основе лежит противостояние трех королевств. Краксион, Страна Магии, Броа, Обитель Грубой Силы и Дефугель, Военное Государство. Причины древней вражды давно стерты из памяти поколений, и каждое королевство, не уступая друг другу ни по силе, ни по умениям, отстаивает свою истину и право на существование. Вам будет предложено принять участие в военных сражениях и, проходя опасные испытания, самим добраться до истинной мироздания Фостер. Сходу встречает NPC, дающий простецкое задание. Типа «Сходи и поговори», попутно отметив цель нашей важнейшей миссии на карте. Управление двухвидовое. BISD или клики мышью. Долго пришлось искать стандартные кнопочки вызова окна персонажа, сумок, скиллов и прочего, что является неотъемлемым атрибутом любой игры. Они оказались внизу под панелью скиллов. Да такие мелкие, что сразу и не заметить. Да, кто-то может уже наловчился на клаве сжать нужный вызов, но ведь о новичках забывать не стоит. Еще бросились в глаза две шкалы по бокам персонажей. Как оказалось, это жизни и монарх. Дабы на виду всегда были. Не знаю, отключается эта штука или нет, но чувствую, часа через два эта псевдо-аура начнет реально бесить. Возвращаясь к нашей архиважной миссии по поиску какого-то конюха, хочется отметить, что к цели квеста идет некая подсвечиваемая полоса. Тут удобно, вопросов нет. Воспользуемся местным аналогом GPS и пойдем искать нужного гражданина. По сути, есть время взглянуть на графические красоты, которых попросту нет. Графика уровня так 2007 года и то с натяжкой. Полигонов мало, текстуры размытые, про динамические тени вообще молчу, тут и простых-то нет. А сглаживание лучше и не заехаться. Нужный дядька отправляет нас к соседу по ванпосту. Тут, недолго думая, дает задание на сбор чего-то разбросанного. А сбор этот настолько круто анимирован, что слов нет. Чар даже не удосуживается просто согнуть. Видно, собирает силой мысли. По мере сбора встречаем первую живность и еще раз восторгаемся графическими красотками. Горы – лишь контуры, пальмы как оригами рук первоклассника, а травка напоминает фанерные макеты, разукрашенные акварелью. Но сбор окончен и впереди боевое крещение. Ура! Отправили уничтожать взрывы. И вот негаданно-нежданно приходит запрос о дуэли. Согласимся? Но мы же не трусы какие под фанерную травку прятаться. Не полезен. Конечно, да. Враг оказался мак недорослей красы пикселей. Честно говоря, иллюзий по выигрышу в этом бою я даже не питал. И так время ждет. Последние секунды приготовления и бой начинается. Я сразу затупил, забыв, что тоже мак и подошел вплотную с расчетом надувать по мелкой башке большим поспором. После первых секунд мои догадки подтвердились и бой был проигран. Ну и на таком позорном, но не обидном поражении хочется закончить наш видео-звязь. Заходите на MMO Games и будьте в курсе событий.